Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам довольно бодрый бой на танке Объект 907 на карте Перевал. Игрок сразу же отправляется в квадрат H4 для того, чтобы занять там балкончик и пострелять оттуда. Конечно, бывает такое решение довольно рискованно, потому что противники могут атаковать тут. И в таком случае будет сложно дефить одному, потому что, как вы можете видеть, союзники не очень-то и охотно сюда едут. Но тем не менее, отсюда можно хорошо пострелять по врагам, которые спустились туда вниз в воду. Например, этот АМХ 1390 очень быстро отправился в ангар при помощи нашего героя. Ну и дальше сюда приезжает еще Т-54Е1, американский барабанщик, который тоже начинает отхватывать. И, естественно, шансов у него никаких уже нету. Можно сказать, что он самоубийца и сам выехал и слился. Дальше сзади подъезжает 54-ка. И наш герой начинает с ней перестреливаться. Конечно, у Объекта 907 ДПМ повыше, точность лучше и можно с 54-кой довольно эффективно перестреливаться. Хотя у нее тоже ДПМ неплохой. И удается поставить ее на гостюду и дальше союзник ее добирает. Дальше тут виден АМХ 50Б и за счет рельефа удалось вытанковать урон и выстрелить по нему. Потом выезжает ИС-8 и стреляет, но наносит всего 143 урона. Зачем-то он выстрелил фугасным снарядом и, в общем, непонятно для чего. И, естественно, с такой игрой очень быстро удается его разбирать. Тут, опять же, можно стрелять по нему и танковать башней за счет рельефа. И осталось только добрать тяжа советского. Но он прячется, тем не менее, уехать он не успевает. Удается его забрать. И дальше Объект 907 решает тут не стоять и поехать в атаку. Тут засвечивается АМХ 50Б и удается поставить его на гостюду. Ну и дальше дело техники. Главное не спускать его с гостюды и постоянно разбирать. Ну и тут арта его добирает. Едет сюда Т110Е4 и, опять же, удается поставить его на гостюду. Наш герой совершает маневр. Е4 выстрелил, но произошел рикошет от башни. Потом игрок грамотно ставит Е4 на гостюду. И, в общем-то, ПТ-шка уже починиться не успевает. Очень быстро она теряет прочность и никаких шансов у нее больше на спасение не остается. Быстро Объект 907 ее разбирает. И, как вы можете видеть, большая часть союзников давит по леднику. Арта тоже туда смещается, чтобы, видимо, не слиться. Хотя там засвечивается ФОЖ-155 и он, возможно, сейчас начнет убивать арту. Также светился Вафантрагер ПЗ-4 в районе моста. И, естественно, он поехал туда уже к базе и скоро будет разбирать арту. Также тут засвечивается Т-30. И Объект 907, конечно, не хочет под него подставляться. Все-таки у него большая Альфа. И пытается Объект вытанковать урон за счет этого камня. Т-30 прячется. И далее СТ-шка едет прямо на него для того, чтобы закрутить и как можно быстрее забрать эту ПТ-САУ. Вначале Т-30 не стреляет, но потом он все-таки попадает. Но везет. Снаряд попадает чудом в гуслю и не наносит урона. Тем не менее, игрок использовал ремкомплект. И теперь нужно играть более аккуратно. Если сейчас боевую кладку сломают, то все будет совсем печально и ДПМ серьезно упадет. И как вы можете видеть, союзников с двух сторон тут прижали и начинают их разбирать. Арту тут тоже очень серьезно покоцали. Две из них уничтожили. И наш герой едет в сторону ледника. Там уже добирают последнего союзника. Но тем не менее, игрок решает попробовать забрать тут кого-нибудь из врагов. И засвечивается Объект 261. Игрок наносит ему урон. Ну и дальше его добирает. Арта не попадает. И ястоту тоже выстрелил, но мимо. И игрок решает сменить позицию. Выбрать более выгодную. И вот тут есть небольшой рельеф, где можно вытанковать башней что-то. Приезжает Фош 155 сюда. И игрок начинает выцеливать ему слабые места. Пробивает. И теперь главное его сейчас добрать. И получается это сделать. Фош даже не успел выстрелить. Кроме того, удается тут нанести урон. Е100 он выстрелил. И его добрала арта. Также тут стоит еще один Объект 261. Конечно же, наш герой пытается его разобрать, пока он тут один. И, в общем-то, удается это сделать. На мосту засвечивается еще одна арта. Но она поспешно убегает. Вторая арта встает на захват. Это Гаватигр. И нужно, конечно, ехать и сбивать. Главное сейчас особо не подставиться, чтобы арта не смогла попасть. Потому что, если она прямым попадет, то может даже и уничтожить. Или сломать много модулей и оставить совсем мало прочности. Игрок выезжает. Засвечивается Гаватигр. Удается нанести ему урон. Далее игрок немного поворачивает. Арта мажет. И далее ее можно спокойно уничтожать. И останавливаться, конечно, сейчас ни в коем случае нельзя. Потому что М53, М55 вполне вероятно сюда сводился. Ну и далее игрок решает тут повернуть налево. И подъехать со стороны воды. Воды из-под моста. Тут засвечивается М53, М55. Уничтожает он союзника. ФВшку. И, понятное дело, где сейчас арта. Игрок решает сразу же ехать прямо на нее. Возможно, у нее еще перезарядка. И вот она выезжает. Удается нанести урон ей. Арта стреляет. Наносит урон. Ломает боевую каладку. Но тут уже, понятное дело, хватает времени для того, чтобы перезарядиться и забрать последнего противника. Медальки в воин. Основной калибр. Медаль Думитру. Медаль Пула. И 10 фрагов. 10 270 дамага. В целом, очень даже интересный бой. Надеюсь, он вам понравился. Спасибо за просмотр. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok